вот взгляните какая вода у нас магазине идеальная прозрачная как слеза а вот пьют наши дети из крана и это в лучшем случае бывает и хуже вот например пару дней назад вот вот этот ужас нам приходится пить мыть детей и готовить есть вода жизнь но когда видишь такую как-то по особенному воспринимаешь и мир по словам кристины жартун качество водопроводной воды резко ухудшилось еще в начале лета в разное время вода меняла цвет от более темного к светлому но по-прежнему пить ее невозможно пришлось тратиться на бутилированную воду в среднем пятилитровая бутылка обходится в 2 рубля для многодетной семьи таких в неделю необходимо как минимум пять проблема некачественной воды коснулась и других жителей игр городка новополеский сейчас лето жарко вещи в основном все белые светлые постирать их невозможно потому что ржавая вода на сегодняшний день воду мы набираем в сторобине с родника хотя бы для того чтобы детей напоить что касается приготовить фильтров у нас нет если фильтр и ставить то он быстро засоряется смысла мы в этом не видим платим мы за воду как платят за нормальную но мы по факту получаем воду плохую за которую хотелось бы хотя бы платить дешевле если они не могут решить вопрос сегодня в агрогородке новополеский проживает порядка тысячи человек вода многоквартирные дома поступает со скважины принадлежащие водоканалу водоснабжающую организацию жильцы обращались не раз пока дело дальше переписки не продвинулась водный вопрос на контроле и у администрации силе исполкома нас заверяют что он в ближайшее время ситуация будет исправлена и все-таки мы добьемся хорошего качества в трубах а ну нами конечно же как только появилась вот эта проблема мы видим потому что силе исполком также находится в новополеском мы это видим и в адрес к в адрес солигорск водоканал в адрес директора нами было были направлены письма для того чтобы вот во время когда плохая вода чтобы снабжали жителей агрогородка новополески питьевой водой которую подвозят в автоцистерне как решится ситуация с водой в ближайшее время и будет ли просветление во всех смыслах этого слова прокомментировал главный инженер солигорского водоканала павел рижук будет организован подвоз питьевой воды в центре поселка будет стоять бочка каждый житель может подойти взять воды для питьевых нужд столько сколько ему необходимо о проблеме в поселке новополеском мы знаем разбираемся уже поняли в чем причина произошла причина произошла из-за того что это реагент на станции обезжелезивания находится у нас там и реагенты привезли аналоги то есть не оригинальные которые нам по заводу изготовителю а аналоги из-за этого произошел сбой сбой в очистке также из-за частых ливней и гроз у нас произошел сбой в автоматике она полностью автоматическом режиме работает станция обезжелезивания не вовремя заметили конечно же но уже частично разобрались вот закупили химию которая необходима реагенты автоматику отлаживаем я думаю в течение недели разберемся и строя продукта это во делах во 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 во